Добрый день, дорогие зрители! Сегодня темой нашего ролика станет уже популярная рубрика «Пересадка зелёных растений». И главным героем сегодняшнего выпуска станет вот такой вот кактус. Мы будем его пересаживать не только его, но и его братьев. Так что поехали! В нашей небольшой таре расположено 5 кактусов, и специально для них я заготовил 4 посуды для пересадки. Два небольших будут посажены рядом. Что следует помнить о кактусах? Эти растения неприхотливы, но всё равно следует выполнить несколько небольших требований при их посадке. Во-первых, тара должна быть невысокой. У кактуса небольшая корневая система, ему не нужна глубина, он не сможет заполнить корнями. Внизу всегда должен быть дренаж, желательно очень крупный, чтобы пропускать воду и не застаивалась она в наших новых домиках кактусов. Ну и, соответственно, после того, как мы нашли тару, положили дренаж, следует засыпать землю. Требования к земле у наших кактусов не самые высокие, им не нужна, скажем так, очень питательная чернозёмная земля. Можно использовать даже бывшую в употреблении от других растений. Ну вот мы заполнили 4 наших маленьких импровизированных кашпо. Теперь мы их проливаем водой одно за другим по очереди. Затем подождём некоторое время, чтобы вода пропиталась, насытилась землю влагой. И приступим к финальной стадии посадки наших кактусов. Можно считать, что время прошло. Достаем самый большой кактус. Как видим, у него есть небольшие белые корешки, которые ещё не совсем сформировались. Что нам с ним делать? Особо голову морочить не следует. Следует воткнуть нашего героя в землю. Корни появятся сами, и он без проблем укоренится. Если же возникнут какие-то сложности, в чём я сильно сомневаюсь, то следует поливать растение, и даже без корней оно будет находить влагу. Каким уж образом, я не знаю. Может, оно там впитывает его порами, что, скорее всего, вероятно. Вот таким нехитрым образом все наши 5 кактусов высажены в свои 4 кашпо. И сейчас они отправятся на подоконник к своим сотоварищам. Сотоварищи сидят вот здесь наверху. Видно, какие они толстенькие, как много на них детёнышей. И на них даже почти попадает подсветка снизу вверх. Всем спасибо за внимание. Специально для наших зелёных друзей я одел вот эту зелёную башню и жёлтую рубашку в тон солнечным лучам. Всем пока!